Здравствуйте, дорогие друзья! Зовут меня Гусева Татьяна. Я являюсь старшим директором структуры в компании Фуберлик. Хочу вам сегодня рассказать о такой интересной вещи, как компания Денас и ее продукция. Многое мы рассматривать не будем, а четко рассмотрим один конкретный препарат, продукт, который производит данная компания. С ноября месяца 2016 года Денас присоединилась к Фуберлик и уже с 28 ноября в личном кабинете для консультантов Фуберлик доступны некоторые продукты уже к приобретению. В частности, хочу сегодня поговорить с вами о корловарской соли. Здесь много всего есть интересного и аппараты красоты, лимфодренаж и прочие моменты, они на лице улучшают. Но много всего есть, не будем вдаваться в подробности, а четко сегодня поговорим о корловарской соли. Потому что продукция компании Денас, она достаточно специфическая, лучше и легче ее поймут, наверное, люди, у которых есть какое-то медицинское образование или которые занимаются подобное, работают в подобной сфере. Но мы, как консультанты, мы, как работники компании Фуберлик, соответственно, продукцию свою должны знать, особенно вот такие какие-то основные продукты. Четко. Корловарская соль. Сегодня мы поговорим о ней. Что это такое, с чем ее едят, что она из себя представляет. Значит, корловарская соль – это натуральная соль для приготовления минеральной воды. Во-первых, это экологически чистый продукт. Корловарские источники, они находятся в Чехии. И вот в этих самых источниках собирается та самая корловарская соль, которая потом фасуется вот по данным емкостям и поступает в продажу. Что же с ней делают? Она разводится с водой, и в результате мы получаем лечебно-столовую минеральную воду. Вот как ее применять, что она из себя представляет, мы сейчас тоже подробнее рассмотрим. Значит, используется она при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Это язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, это хронический панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, хронические заболевания печени, синдром раздраженного кишечника и хронический запор. То есть, такие достаточно распространенные заболевания, которые, наверное, в середине или уже во второй половине жизни, ну, большинство из людей, да, ими страдает, к сожалению. Ну, вот все эти вещи можно поправить. Итак, смотрим, да, более подробно, при чем она используется. Это заболевания обмена веществ, то есть сахарный диабет, ожирение, лечение и профилактика мочекаменной и желчекаменной болезней, да, согласны, распространено достаточно. Далее, заболевания опорно-двигательного аппарата. Это артриты, артрозы сустава конечностей и позвоночника. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Тоже это очень часто, и если раньше эти заболевания были, появлялись с возрастом, то сейчас они уже достаточно в молодом, даже в молодом, уже поражают наше население. Но с этим нужно бороться, и вот будем говорить как. Далее, некоторые гинекологические заболевания. Косметология. Это улучшение качества кожи, ликвидация тучности и предупреждение преждевременного старения. Для нормализации водно-электролитного обмена при обезвоживании, ацидозе и синдроме похмелья. Вот сейчас тоже Новый год, праздники на носу. Для мужчин, которые у нас страдают, такими моментами тоже можно дом подготовить. Далее, для лечения заболеваний десен, тоже достаточно распространено, при лечении острых и хронических заболеваний легких для разжижения мокроты. Тоже у нас сейчас на дворе зима, за ней последует холодная, влажная весна. Так что, вот эти вот простудные заболевания, с кашлем, который сопровождается, вот эти вот мокроты всей заложенностью, можно применять в данных случаях. Полностью четко о способах применения и дозах я читать не буду, потому что это много, это долго. Я оставлю ссылку на информацию под видео. Каждый сможет зайти и более подробно во всем об этом почитать. Пару слов о составе хочу сказать. Она содержит необходимый для организма в количестве натрий, калий, хлориды, магний, селен, фосфор, железо, кремний, медь, литий, цинк, фтор. А всего в составе карловарской соли до 40 различных элементов, включая редкоземельные. По бальнеологической классификации карловарская соль относится к природной гидрокарбонатно-сульфатной хлористонатриевой соли. И, конечно же, как и любому препарату, показания это хорошо, но есть и противопоказания. И так как карловарская соль является все-таки солью, то, естественно, она противопоказана. По крайней мере, пока вы не согласуете это со своим врачом, не посоветуетесь, то есть самолечением не нужно заниматься. При заболеваниях, которые сопровождаются отеками, соль, отеки, понятно, при высоком артериальном давлении и почечной недостаточности. Это все логично, это все понятно. Поэтому ерундой не занимаемся. Если у вас есть какие-то вот такие сопутствующие заболевания, то вначале советуйте со своим доктором, и только потом уже после этого принимайте карловарскую соль. Также она имеет слабительный эффект. Поэтому, если наряду с приемом карловарской соли вы принимаете какие-то слабительные препараты, то от последних, то есть от слабительных препаратов, следует отказаться. Иначе вас ждут неприятные последствия, которые никому не нужны. Много всего здесь мы читать не будем. Как применять не будем. Как использовать в домашних условиях читать не будем, прочитайте сами. Но я хочу еще раз перечислить заболевания. Здесь есть хорошая табличка, где указаны и концентрация, и объем ежедневной дозы, и способ приема, курс и особенности. Итак, заболевания перечислим. Хронический гастрит с пониженной или практически нулевой желудочной секрецией, хронический гастрит с нормальной желудочной секрецией, хронический гастрит с повышенной желудочной секрецией, язвенная болезнь желудка и 12-перстных кишки во время ремиссии или просто вне обострения. Язвенная болезнь желудка и 12-перстных кишки вне обострения. Далее, состояние после резекции желудка, после оперативных, хирургических вмешательств. Далее, хронический колец, повышенный двигательной функции кишечника, то есть понос. Хронический колец, пониженный активностью кишечника. Запор. Это и есть запор, да? Дискинезия желчевыводящих путей и хронический холецистит. Состояние после холецистиктомии, то есть после удаления желчного пузыря. Хронический гепатит и цирроз печени вне обострения. Хронический рецидивирующий панкреатит. Мочекаменная болезнь. Профилактика аммониевых камней. Хроническое воспаление мочевыводящих путей. Сахарный диабет. Гиперлипопротеиномия. Подагра. Стоматологические заболевания. Практологические, гинекологические какие-то проблемы. Острые респираторные заболевания. Грипп. И косметические цели. В общем, много всего. Все это интересно. Еще хочу сказать, что отзывы в интернете, логично, да, что они независимые. Можно посмотреть. Здорово. Особенно мне понравилось то, что они все положительные. Люди, очень можно любое открыть, почитать. Люди пишут хорошо. Люди хвалят. Людям нравится. А это лучшая, мне кажется, рекомендация, когда независимые положительные отзывы. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, изучайте, читайте, смотрите. И по назначению принимайте.